Наверное, тут будет проще. Презентацию можно открыть у себя на телефоне. Для тех, кому там особенно в конце не видно код, это будет гораздо удобнее, чем усматриваться в эту презентацию. Листать вам придется синхронно своими руками, но вам чего страшно. Так, начнем. Сегодня у нас лекция номер три. Область невидимости, поднятие переменных и глобальный объект. Лекция очень важная. На ней будут рассматриваться очень важные концепции внутри Джо Скифта. Я попробую рассмотреть это на достаточно понятном уровне, но не обещаю, что будет достаточно легко. И что вы разберетесь с этим тоже достаточно легко. Поэтому от вас требуется, если вы хотите разобраться в том, про что будет эта лекция, максимальная концентрация и... ...внимание, да? Что еще здесь важно? Здесь рассматриваются концепции. В принципе, это две достаточно сложные концепции в Джо Скифте. Они сильно отличаются от других языков, которые мы привыкли. Это вот эта лекция, которая рассказывает московь по зажиганиям. И вторая лекция, ну, точнее, вторая тема, не лекция. Это наследование в Джо Скифте. Они весьма сильно отличаются от того, что в других языках программировано. Поэтому ведется удержать. Вот. Еще раз для тех, кто пришел только что, кто не видит сдалека, предлагаю по этой ссылочке, она также написана на доске, открыть презентацию на вашем телефоне. Сейчас почти все смартфоны. И, собственно, смотреть код там, потому что кода будет снова в новый срок. Я постарался сделать больше шрифт, но не все зависит от меня. Есть некоторые вещи, которые к этим ясно-то не покажешь. Итак, начнем с области видимости. Во всех других языках это достаточно маленький распрообъемный тема. Занимают обычно пару страниц, и там все понятно. В Джо Скифте областью видимости по английски называется стоп. Это для старых стандартов. И в новом стандарте рекламное имя Environment. То есть область области видимости. Что под этим понимается? Ну, во-первых, это то, на каком расстоянии, а как эта переменная будет видна из других мест. То есть из какого места к этой переменной в коде можно обратиться, а из какого нельзя. То есть сама поселевая область видимости с кодом это набор переменных объектов функций, которыми вы имеете доступ в данной строчке кода. Собственно, с этим мы и будем разбираться, откуда что доступно. И последнее понятие это то, что если переменная вне скопа, она не будет доступна дляиспользована. Из чего состоит у нас скоп в JavaScript? Он состоит из двух частей. Первая часть это lexical scope или lexical environment. По-другому он еще называется статический scope. Это то, что известно уже на этапе компиляции. И то, что компилятор может вычислить и в принципе вы с помощью обычного взгляда можете вычислить до того, как он начал выполняться. И dynamic scope это то, что может вычисляться уже во время выполнения. Динамический контекст тоже очень смешная штука. О ней будем говорить позже. Нас же пока интересует больше обычный статический скоп, который компилятор во время прохода по коду разбирает и определяет. Вот. Собственно, вот его определение. Это возможность определить сам scope, статический scope. Это возможность определить все эти переменные на момент компиляции для самого компилятора. то есть чтобы понимать то, что будет делать компилятор, вам нужно понимать то, как будет происходить разбор того кода, который вы написали. Какая переменная будет видна, какая будет не видна, какая функция выполнится, какая функция вызвать ошибку. Все это используя статический скоп, вы сможете без вопросов оценить до выполнения. Кто же в JavaScript может создавать статический scope из статического областительности? Если взять, допустим, такой язык, как C, C++, Java, у них scope создается вот такими обычными scope. Всегда. То есть не важно какое объявление, туда поместили, если он находится внутри скопок, все, что снаружи, видеть это не будет. Собственно, этот скоп очень прост, который в других языках программирования и сложности обычно не вызывает. В JavaScript поведение было упрощено в силу исторической его особенностей делалось он быстро и поэтому области видимости тоже были максимально упрощены. Итак, кто же может создавать область видимости JavaScript это функция. Это только функция. Серьезно. Только объявив функцию, вы можете объявить все, что будет внутри функции, создав ствол и скол. То есть эти переметы, созданные внутри функции, они не будут быть снаружи и это все, что у вас есть. Единственный инструмент, в котором вы можете закрыться. Собственно, это очень мало. В других языках программирования вы привыкли к модификаторам доступа для переменных, которые вы можете закрыть, красиво или ничего, и сделать недоступным переменную довольно-таки легко. Здесь у вас есть только функция, внутри которой помещены переменные будут доступны снаружи. снаружи. Собственно, это и большая проблема тем, кто не знает сам JavaScript, но пишет в нем очень много подругов. Вот. У нас функция это в итоге создавал SuperMan, который умеет то, что не умеет ни кто остальные и ходит всех спасать. Элементы затягивают свою сколку и не дают им быть доступными и не осторожными. Собственно, дальше. Вот так выглядят сколки, созданные с помощью функций. Здесь у нас создаются две функции, одна ложная в другую, и у нас создаются здесь две переменные. Переменные x и переменные k. Важно то, что переменные x будет доступна в перемене здесь, функции g, как это называется, с чем это выведет, будем рассматривать на второй части лекции. И смысл в том, что в функции f мы никак не можем достучаться до переменной k. Она для нас полностью закрыта, потому что она находится в другом сколке. Я буду говорить сколку, потому что это наиболее распространенное понятие, чем область видимости. Вот. Собственно, ничего сложного, но это единственный инструмент, как можно сделать переменную как закрыт. Вы бы спросили первым вопросом, в чем проблема? Ну, закрывают только функции, так давайте делать все переменные глобальные. нельзя делать все переменные глобальные. Во-первых, приложения растут очень быстро, и глобальные места очень быстро заканчиваются. По этой причине глобальные переменные всегда вызывают огромное количество проблем. Собственно, в JavaScript за счет того, что вы можете закрыть эти переменные только функции, у вас по сути знание этого инструмента должно быть точно до идеальности. То есть, как это использовать и как все закрывать. Отлично. Очередной невидимый слайд. Собственно, вот этот цвет должен быть голубым. Все должно было быть видно. Но здесь красиво нарисовано. У нас есть объявление здесь функции, вот, function, и вот эти скобочки они красиво создают новый скоб. А все, что снаружи, все, что снаружи, у нас будет в данном случае глобальный скоб, то есть, глобального воспитивасти, и все объекты, которые будут объявлены вот здесь снаружи, они будут глобальными. И только помещенные здесь переменные становятся локальными относительно этой функции, которая неожащена. Что же такое глобальный скоб? Глобальный скоб у вас появляется сразу, как только вы запускаете свой скрипт в браузере, или запускаете свой скрипт в Node.js, у вас по облачанию, когда вы начинаете что-то писать, у вас глобальная область видимости. Все переменные, которые вы объявляете, будут видны везде, будут видны везде и будут видны, ну, и могут пересатереться другими переменными а, перевернанными позже. Собственно, вот этот глобальный скоб, когда мы пишем просто переменные какую-то варму, в данном случае global варму, а не global variable, да, если кто-то ее потом переопределить, будут проблемы. Это вот, опять же, да, про то, кто там, даже в jQuery работал, знает, что если подключить несколько библиотек, которые конфликты между собой, они друг друга могут без вопросов перезатереть, и это и есть проблема. Собственно, сами скобы достаточно простые, но у них есть еще одна сложная концепция, называемая замыкание. Замыкания не настолько сложные, как их рисуют обычно, но почему-то это вызывает большие сложности в понимании. Ну, не почему-то, на самом деле, толковых объяснений достаточно мало, и понимание, как оно работает внутри, оно приходит только с... Мне очень нравится вот это определение, оно в самом простом варианте, в техническом варианте говорит нам о том, что такое замыкание. Замыкание это, когда функция запоминает тот лексический скоб, в котором эта функция была выполнена. Не выполнена, определена. То есть смысл в том, что благодаря вам смысл в том, что ваша функция может запомнить все те переменные, которые были определены в скобе на уровне выше. Сейчас мы рассмотрим это подробнее, но тут два важных момента. во-первых, что какая-то сущность может запомнить переменные, хранящиеся не в ее скобе выше, и во-вторых, это функция. Замыкание, она обязательно функция. И именно функция обладает свойствами замыкания. Функция может сохранять информацию о тех переменах, которые были вокруг нее, и может их использовать во время выполнения других местах, что является очень трудным. Собственно, ничего сложного в этом не было, посмотрим на реальном ходе, что здесь происходит. у нас опять же как в прошлый раз так, что, здесь гораздо проще. Мы выполняем функцию bound, которая в свою очередь выполняет функцию foo. Что происходит здесь? Функция foo выполняется и возвращает нам вот эту вот функцию. Она возвращает эту функцию и в тот же момент ее вызывает. что здесь происходит? У нас в это место по сути передается функция, которую мы вызываем далее, и несмотря на то, что функция вот эта вот по сути вызывается здесь, она все равно имеет доступ к переменной паре. Это такое важное свойство, когда у вас функция, несмотря на то, что она вызвалась совершенно в другом контексте и никакого доступа к пар она здесь имеет не может, она все равно оставляет возможность иметь к ней доступ. Собственно, замыкание так и работает. Эта функция, она объявлена внутри scope of foo. Поэтому она имеет доступ ко всем переменным, которые находятся в foo. Если сделать маленький примерчик, то так и что это может быть так и что может быть Собственно, что мы делаем? Вот этот факт, мы его отдельно будем проходить, когда будем рассматривать подробные функции Он ничего сложного не делает, мы объявляем здесь функцию В данном случае анониме нет и производим ее вызов сразу же на месте То есть этот вызов просто присвоит эту функцию Точнее результат этой функции, который будет возвращен металл Он присвоит переменную f1 Собственно, здесь мы увеличим значение a И посмотрим, какое же у него будет значение a То есть если мы вызовем сейчас один раз метод a То Мы вызовем метод f1 И получим единичку Если мы его вызовем два раза Или три раза, мы получим Собственно, такой инкрементальный Видно там чуть-чуть? Так, еще лучше Собственно, мы здесь получим инкремент Этой переменной a Как это получается? Опять же, a существует здесь В одном экземпляре Мы не передаем переменную a этой функции То есть эта функция не хранит какую-то копию переменной a Она хранит ссылку на весь вот этот скоп, который есть внутри функции f1 Важно, что отсюда, из функции вот этой анонимной Доступна любая переменная, которая есть в скопе Или вот этом, ну или в глобальном То есть по уровням скопа это может идти до глобального То есть подниматься выше и искаться этой переменной Но самое важное, что вот эта переменная Ссылка на нее a по сути будет всегда ссылкой на нее И javascript предоставляет эту возможность иметь такие замыкания Собственно, это то, что достаточно часто Вы делали в своем коде, когда у вас есть какая-то функция Вы ее потом выполняете, а у функции есть какая-то переменная Которая помечена private К ней никто не имеет доступ Да? Собственно, ничего сверхъестественного здесь не происходит Это не какая-то сверхмега-концепция Это обычный способ доступа к функции К скопу выше И с функцией, которая потом будет выполнена в другом месте Для чего это вообще было сделано? Опять же, проблема в том, что в javascript Нету ни private переменных, ни public То есть у вас нету модификаторов доступа Вы не можете никак скрыть эти переменные И даже супер-мега называя переменные Не изменяй меня Их все равно может отоприть и изменить Единственный способ это закрыть всю функцию То есть как только вы начинаете закрывать что-то в скоп Вот здесь вы ни откуда к этой переменной а не доступите Единственный ваш доступ будет через вызов Вот этой функции, которая будет возвращена сюда И все Собственно, еще одну вещь проверить Что действительно доступны и все переменные Мы используем очень страшную штуку, которую использовать нельзя Но это просто покажет то, что Несмотря на то, что этот код будет выполнен Есть Да, функцию eval использовать ва вообще нельзя Но в данном случае Я хочу показать Что переменная b Несмотря на то, что eval выполнится только Когда вы вызовете функцию f1 Он все равно увидит переменную b Собственно, вот Это говорит нам о том, что Вот этот контекст скопа вверх Он полностью всегда доступен И он работает именно так Как он работает на уровне уже самой виртуальной машины Мы рассматривать не будем Это отдельная сложная тема, которая Ну не факт, что мы успеем коснуться У нас не так будут лекции, чтобы разбирать на все На такой уровне Но смысл в том, что эта ссылка У функции всегда имеется И у каждой функции всегда есть свое замыкание Замыкание на функцию выше Так Идем к презентации Да, 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 да Все равно он неявно не будет Все равно он неявно всегда будет Смысл в том, что Так как У каждой функции есть Я с этим еще дополнительно Специально игрался Если вы передадите Сюда внутрь какую-нибудь функцию И попробуйте ее здесь вызвать И попробуйте обратиться к этому бару Бар не будет доступен Потому что у той функции, которую вы сюда передадите Будет свое замыкание Так-то мы ее определили И поэтому Вот сюда Доступа никто не имеет Кроме вот этой функции Которая возвращается нам Собственно, вот так работает скрытие данных В JavaScript Это единственный способ Который может написать приложение Которое никто потом не сможет повредить Еще один прикол Который вы 50-50 увидите на своем собеседовании Собственно, мне его не задали только потому, что не вспомнили По свое время По свое время Вот такая штука Вопрос Что будет выведено? Немножко реакцию SetNameUp Это такая функция, которая Ставит событие на асинхронное выполнение Ну асинхронное здесь не важно Важно то, что Вот эту функцию, которую вы передадите Будет выполняться через вот столько вот секунд То есть первым аргументом Вы передаете функцию Вторым Какое-то количество миллисекунд Которое нужно подождать Тысяча миллисекунд Романа на секунде То есть Что мы здесь хотим добиться Да? У нас есть какой-то цикл Какой-то цикл for И мы хотим, чтобы Мы через Каждую секунду Последующую Выводили Следующий И То есть Должно быть введено В первую секунду Одинничку Во вторую Повечку Вот, собственно Вот что должно быть А что будет на самом деле? Кто знает? Нет? Так должно быть? Так Так Вот Развучал правильный ответ Будет выведено Пять пятерок Послушайте, что вы не понимаете? Нет У нас есть цикл и мало Ну, в принципе, даже если цикл и мало не было Тут важно что эта функция выполнится когда-то потом Почему не пять пятерок Потому что цикл закончится на 5, то есть пятую итерацию он выполнит, потом он придет сюда, увеличит каунтер, станет i равно 6, и он попробует еще раз сравнить. Ничего не получится, он выйдет спором, но i останется 6. Что здесь, почему так происходит? Вы объявили функцию. Раз вы объявили функцию, значит она работает у вас уже со скопом. То есть на i у нее есть какая-то ссылка. И важно здесь понимать, что эта функция выполнится не прямо сейчас, вы ее вызываете не прямо здесь. То есть если бы вы ее вызвали прямо здесь, она бы выполнилась так, как вы ожидаете. Но вы ее вызываете когда-то потом. То есть setTimeout эту функцию вызовет через секунду, потом вызовет через 2 секунды, следующую. Но на самом деле он всех вызовет через 6. А вы хотели не так. Эта функция, еще раз повторю, она имеет свой скоп и i входит в этот скоп. Вы создали 6 новых функций, сделали каждой из этих функций 6 timeout, и функции вызовутся точнее правильно, а сюда будет помещено уже значение сестра. Собственно, давайте подробнее. А, да. Хочу все скопировать. Там дальше не смотрите кто-то. Посмотрите кто-то. Интересный. А как я готовился, я еще тоже расскажу, что с замыканием это не чисто джавская фишка, но в принципе уже во всех нормальных языках, типа C-Sharp и в джаве уже тоже есть. И работает везде точно так же. То есть все новички, когда вот такой вот код примерно пишут, они забывают, что в цикле переменная будет замкнут, и в последнее значение они будут работать. Вот. То есть появилось оно через то время, которое надо, потому что такие, которые умножаются на тысячу... Чего мы опять приехали с вами? Чего не говорите? Чего раз опустим. Собственно, мы ждем и начинаем. Каждую секунду он начинает говорить, что не один, два, три, четыре гайки, а всегда шестерки. И тут возникает закономерный вопрос, что можно, как это можно воспринять по-другому, как это можно сделать по-другому, так, чтобы мы понимали, что же здесь реально происходит. Потому что человек, он, ну, человеческий мозг, мозг, он не совсем привыкший к замыканиям, они работают, они начинают, они работают не так, как вы хотите, не так, как вы предполагаете. Поэтому, собственно, вот этот цептеймал, казалось бы, ничего страшного здесь не должно произойти, ломает просто всю логику, которую вы хотели сделать. Собственно, вот этот способ, как это пофиксить, в очередной раз обернуть еще одну функцию, и этой функции моментально вызвать, при этом передав ей в аргумент при вызове и, и функция у нас принимает и. Тем самым мы избавляемся уже от замыкания и передаем на этом месте каждый раз сюда, в аргумент единичку, дворечку, троечку, четверку, пятерку, а уже здесь, внутри, за счет того, что это аргумент, вот эта переменная и скрывается ей, и у нас здесь уже то и, которое надо. Собственно, этот пример будет работать, проверьте. Используется здесь везде вот этот панел, immediately move function expression, тоже мы будем разговаривать на функциях. Собственно, вообще, как это пофиксить? Для этого я придумываю новый стандарт, чтобы он был удобнее и приятнее, и здесь можно использовать переменный LED. Можно и нужно, они позволяют делать все те же вещи и решают все эти вопросы за вас. Вам не нужно уже делать никакие сложные патроны, вы просто объявляете переменные не с помощью ключевого слова, а с помощью ключевого слова LED. И, собственно, у вас JavaScript автоматически для LED специально сделано поведение для циклов, которое обязательно создает новую переменную для каждого цикла. и, собственно, здесь будет новое и, и никакое замыкание уже работать не будет. Вот, и мы счастливы. Так, еще такой вопрос. Как вы думаете, это замыкание? Что здесь происходит? У нас есть функция, которую мы возвращаем, фу вызываем, которую мы вызываем, и она возвращает вот этот объект в фу. И у нас в фу есть одно из парьев обж, оно у нас будет вот этим. Собственно, это замыкание? Ну, смирей, кто-нибудь еще? Ваши варианты? Нет. Да, потому что функция возвращается. А почему нет еще раз? Потому что функция не будет. Возвращать не обязательно функцию. Возвращать не обязательно функцию. Что у нас здесь? Ну, то есть, вопрос как-то просто. Вот это O. Это использование замыкания или нет? Ответ, опять же, очень прост. То есть, да, выполняется, как-то первое условие, доступ к переменной, которая находится где-то внутри функции. Да? Но мы возвращаем обычный объект и вот этот object вот здесь не что-то где-то фу, общ, точка, бар это обычный объект, это не функция. Поэтому доступ к этой переменной не является замыканием. Это просто скопированная ссылка в этот объект. и все. Не более того. Замыкание это всегда функции. И замыкание это всегда не явная штука, которая сама по себе делается, а не вы это делаете. Так. Немножко про практическое применение. Замыкание, на самом деле, в тех приморках, с которыми вы исполняетесь для написания приложения, если это не чистый JavaScript, вы будете видеть, скорее всего, не сильно много замыканий. По причине того, что они, как правило, спрятаны за премворк, и он вам предоставляет уже готовую, все готовое для того, чтобы вы писали красиво и аккуратно, сделали малое шею. Но, если вы пишете application с поля, на чистом JavaScript, вы 100% встретитесь с паттерном модуля, в котором вам нужно скрыть полностью свое приложение. Допустим, если вы его не скроете, у вас, не знаю, в любой другой скрипт добавится типа Google Analytics или чего-нибудь еще, который случайно пойдет менять что-то в глобальную переменную, потому что ваш скрипт, способность вашего скрипта закончить просто на первые же секунды. И ничего хорошего из этого не выйдет. Собственно, один из примеров это Tudu.bc, там на следующей страничке будут ссылки, что это такое, и я подробнее расскажу. Но мы можем, вместо того, чтобы... Так, тут еще должен был быть эту страницу, но, собственно, мы скрыли само приложение внутри функции, определили нам все, что здесь нам надо, то есть мы определили, потом мы будем об этом говорить конструктор, мы создали сам Tudu, мы определили какой-то метод, который используется как Tudu, и у этого метода всегда будет доступ к Tudu, а никто к нему больше доступ не будет иметь. Собственно, ваше приложение будет являться вот этой тудушкой, которой вы будете что-то добавлять, удалять и работать с ним. Собственно, вот про что я говорю, исходники вы можете просмотреть, это очень полезное занятие, во-первых, просмотреть исходники, во-вторых, попробовать повторить то же самое. Это Tudu VC framework, так называемый, который реализован, ну, это приложение, обычные стики, там, Tudu, которые можно сделать, которые, примеры, которые сделаны на разных языках программирования, на разных программированиях на разных программированиях собственно, там есть примеры с Angular, с React, с Ember, со всем чем угодно, и есть пример с vanilla.js, то есть vanilla.js, это, в принципе, вот то, что нам надо, это вот, прям, то, чему нам нужно учиться, это узнавать то, как JavaScript работает сам по себе, без всяких фрейворков, потому что на этих знаниях основывается все остальное, и можно без знаний фрейворка выучить фрейворк, но JavaScript со знанием просто фрейворка будет учить очень сложно, а использовать тем более. в самом фрейворке вы все равно будете писать на JavaScript. вот, второй пример, это способ, как application можно разбить от зависимости глобальных перемен, то есть у нас есть какой-то config глобальный, и у нас есть какой-то компонент, который использовался напрямую, то есть в глобальной области видимости лежал объект config, и к этому config имел доступ любая из компонент приложения. Собственно, это, этот config, ну, ничего плохого, как бы в этом нет, но если мы хотим что-то поменять в конфиге, и чтобы оно в цепочке поменялось во всех компонентах во время выполнения приложения, так просто это не произойдет, потому что, во-первых, все компоненты, которые создаются много раз, они не захотят переобновиться, а во-вторых, это будет, скажем так, то есть никто не узнает, что обновился именно этот, обновился config, потому что он просто поменяется, а все остальные не захотят, скажем так, пересоздать все компоненты. Замыкание здесь заключается также в том, что внутри у нас есть, к примеру, вот объявление различных переменных, еще одна скрытая область, еще одна скрытая область видимости, которую мы можем использовать из нашего графа, и, собственно, возвращая это все назад, вот здесь будет работать замыкание с этой переменой. Так. Вот. Знаю, что сложно, знаю, что... Мало того, что сложно понять, еще сложно мне это просто объяснить. Вот. На первом этапе это выглядит так, и, собственно, дальше только попробовать попробовать, посмотреть, как оно работает внутри. Обязательно попробовать сделать вот такой вот TodoMVCR, но не в полном виде, а хотя бы просто вот минимальный application, который вы завернете, в нем будут какие-то данные, в которых будет доступ только внутри какой-то вашей функции, вашей функции скрытой. И попробовать посмотреть, как это работает. Очень поможет вам в понимании самих замыканий. Собственно, дальше. Шадоин. Довольно-таки простая штука, есть везде. Если у нас есть какая-то переменная в более локальном скоупе, она закрывает видимость вот этих переменных. Т.е. если мы сделаем здесь консоль лоб, у нас, естественно, у нас, естественно, выйдется в ближайшее значение переверный скоуп, только потому, что оно находится в ближайшем скоупе, т.е. текущем скоупе. Далее мы выбираем эту строчку, и будет происходить следующее. В локальном скоупе компилятор, точнее уже виртуальной машины не найдет самой ссылки на скоуп, и перейдет на один уровень выше. Собственно, и возьмет это значение author, и по той же причине не увидит значение global, потому что у нас есть значение у нас есть определение скоуп на более локальном уровне. И, собственно, когда мы выбираем в общество, у нас будет виден самый глобальный объект. В принципе, все так и работает. Т.е. если вы какой-то объект перевыставляете глобально на себя внутри функции, он просто не перезапрет тот объект, он просто сделает его невидимом в данной области. Собственно, все. Далее следующая тоже недостаточно непростая тема именно для понимания время работы она вызывает почему-то очень много вопросов, и, собственно, возникают проблемы именно с этим понятием. Поэтому выделили отдельный блок, и поэтому об этом поговорим тоже много. поиск переводится как поднятие или всплывание или все, что связано с перемещением делов. И для меня это достаточно новая концепция была, когда я познакомился с JavaScript, потому что в других языках программирования я этого не видел. у нас есть пример старого стандарта C, когда мы должны определить все переменные с самого группу блока, но такой штуки, в принципе, нигде не видно. что делает хвостик? Хвостик берет определение, ну, берет определенную часть выражения и поднимает его вверх области видимости. Как мы определили сейчас, область видимости у нас определяются функции. Если у нас ничего не находится внутри функции, тогда область видимости будет глобальной проблемой. Собственно, можно представить это в виде экрана, такого, который вытягивает определение вверх. Что же подвержено данной концепции? Это определение var, про которое я вам говорил в самом начале, что он работает немножко не так, как вы себе представляете. и определение функции синтаксис, когда вы просто определяете функцию, а не присваиваете время. Собственно, вот эти два момента, они очень сильно играют в реальных приложениях, и могут нагрядить в реальном коде, если вы их не знаете об этих side-effectах. Еще следующим важным пунктом, то что происходит в определенном порядке, то есть сначала поднимаются функции, потом начинают подниматься сами переменные определенные с помощью var. Вот как это происходит с var. То есть само объявление переменной разделяется на две части. первая часть это host-part, она поднимается вверх, блок видимости, а вторая часть остается на этом же месте, то есть присвоение переменной остается на этом же месте, хотя переменная будет объявлена гораздо выше, чем вы ее написали в объявлении. объявление Как происходит хостинг объявление функции. То есть объявление функции это один из способов определения функции, когда мы функцию определяем вот таким образом пишем паншем хостинг и все. То есть мы ее никуда не присваиваем, мы ее выполняем в данном месте, мы ее просто определяем. Таким образом JavaScript смотрит на этого выражения, точнее смотрит на месте этот скрипт, находит что у нас есть определение такой функции и выносит ее максимально верно, то есть на уровень сколы. То есть что это значит здесь? То, что мы эту функцию хостинг можем вызвать выше, чем она объявлена. Собственно это происходит именно по этой причине, потому что JavaScript поднимает такие функции. Те функции, которые присваиваются к какой-то перемене, подняты не будут и это тоже важно в соответствии. То есть работает это именно таким способом. вот второй способ определения функции. То есть когда вы ее присваиваете какой-то переменной, в данном случае если вы попробуете вызвать эту функцию, она не будет существовать. То есть здесь функция анонимная, у нее имени никакого нету, мы не можем ее вызвать анонимной. мы ее присваиваем переменной над hoisted и несмотря на то, что мы тоже говорили, что вару поднимается вверх, собственно hoisted не будет вызван, потому что на данном моменте он еще будет значением англевайса. Итак, далее. пример того, как будет работать код. Первый пример, да, мы присваиваем что-то переменной вару, но мы же эту переменную определяем ниже, правильно, и по идее это работать не должно. Но JavaScript видит, что это вар объявление переменной и поднимает его максимально высоко. Так как это у нас глобальный скоб, он у нас поднимает просто переменные и в нее уже присваивается значение двойки. и явно компилятором это будет восприниматься вот так. Собственно, пока ничего сложного, но что начинается дальше. У нас интересный пример, да. Пока посмотрите на него и тут вопрос, чему будет равна переменная a и чему будет равна переменная c в данном месте. если мы знаем, что вар поднимается наверх, function тоже поднимается наверх, поднимается первым, и вот эта штука подниматься не будет. и в это будет в в в в в в пресс причин без а мы не люди artificи невидим, ну п в Продолжение следует... 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 и те, кто хочет иметь большую парку. Им это весьма и весьма помогает. Николь совет, как это всё побороть, чтобы не думать об этом, это использовать ES6. Если у вас есть возможность в проекте или в вашем приложении использовать ES6, у вас есть две важные фичи, они называются LED и COMPST. Это способ определить переменную локальную область видимости для вот таких вот фигурных скобочек. То есть теперь мы выкидываем вар, который у нас область видимости считался только с функцией, и говорим, что у нас есть два способа определить переменную, которые за эти скобочки вообще никак не выйдут. То есть область их видимости и доступ к ним будет только внутри любых фигурных скобочек, даже если вы их просто так поставите. Собственно, в любом if вы можете определить эти переменные, они будут видны только внутри этого if. Единственный тут момент интересный, в котором документация написана в принципе по одному, а работает это всё по-другому. Я хочу показать на реальном примере. Собственно как, у нас... Сначала давайте здесь видно нормально. У нас тут есть возможность переключиться на ИС-6. Собственно, ничего не выпало. Как вы помните, если мы переменную, которую мы ещё не объявили, если мы переменную не объявили, вообще нигде входим, у нас должна упасть ошибка, потому что мы не можем использовать переменную, которую мы не объявили. В документации написано, что лето иконс должен работать без сходствия, но его использование скрыто выше того места, где он был объявлён. И, собственно, оно как бы так и должно работать. Но во всех реализациях ИС-6, в которых я не пробовал, если вы реалийте нет, в любом месте, то эта переменная уже будет существовать. И вы что-нибудь сможете присылать, без вопросов на ошибку. Вот. Это небольшой такой подвох, который везде написан по-другому, и, собственно, работает он по-другому, поэтому внимательно нужно быть... Может? Сейчас попробуем. Давайте попробуем. Про историк мы поговорим, когда будем разговаривать на следующей лекции про функции. Здесь просто он не захочет работать, если не функция. Видите? Просто здесь. Так. Поехали. Седьмой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это Денис последний раз накладывался, и у него был восклицательный знак перед function, что вызвало у меня бурю вопросов, а оказалось, это просто как вызвать функцию без этих скобочек страшно. Я не знаю сайд-эффект этой штуки, надо лично прочитать, но очень прикольный способ, который можно поставить в ступик тиктургайджейс. Собственно, проблема, опять же, U-Street у нас включает ограничение на работу JavaScript, и много разных старых кристалей не будет работать в JavaScript. Собственно, он должен ограничить и уменьшить количество ошибок. Например, лучше я не буду, честно говоря, говорить, потому что у нас про это будет отдельная тема. Собственно, здесь мы видим, что Oled на самом деле производит поиски внутри этого блока. Тоже, если мы сделаем нему волк какой-нибудь... Он начнет падать, потому что эта переменная уже находится внутри другого блока, и она не видна. Но если мы ее, опять же, внесем с удовольствием... Она останется внутри, да. Вот. Вот такое вот негивиальное поведение того, что написано по одному. Работает чуть по-другому. И Oled нужно, опять же, учитывать, потому что проблемы могут быть те же самые. Тогда это может подняться. А, еще второй пример того же самого, который я хотел привести. У нас существуют так называемые транспайлеры, которые позволяют в старых браузерах использовать синтаксис ES6. Один из них это Bable.js библиотека, которая используется очень много где в вложениях. Большие и высокие дружины. Собственно, что здесь интересно? У них есть транспайлер внутри на сайте, который показывает, как будет код выглядеть. Если вы его написали ES6, как он будет выглядеть ES5. Собственно, любой код уже по виду здесь, любой код ES6 будет сразу иметь сверху US3 и не позволит делать все эти гадости. Так. Дальше. Если мы просто определим переменную let, он ее определит просто через переменную a. Давайте я что-нибудь присылаю, чтобы не было некрасивого вольна. Далее. Если мы эту переменную помещаем в какой-то блок, он ее все равно оставит переменной a. Но если мы вне этого блока начинаем эту переменную определять как-то, то он эту переменную начинает прятать, добавляя подчеркновение. То есть все равно он это все представляет в виде ES5 кода и ничего нового там не появится. Ну, тут можно до бесконечности пробовать его обойти. То есть он будет потом добавлять цифру и пошло появление. Собственно, для того, чтобы вы это не делали вроде сами, да, не добавляли там сто пятьсот имен, для каждой переменной для этого существует возможность это все делать через let.const, который, как я уже говорил, доступен. То есть Babel.js хорошо работает стабильно и прям хорошо-хорошо. Работает начинать интернет-эксплореры десятого, собственно, во всех остальных браузерах. Единственное, я точно не помню, какая у нас содержка Android-фаузера встроенного, потому что он тоже достаточно популярный. Но вот ES6 вы вполне можете использовать и пробовать каким-то своим вот бумажным проектом, который вы будете писать, уже подключать, использовать, смотреть, как это все работает. Вот. Как мы это используем? Везде это let.const, да? Везде, где только можно, мы по возможности пробуем писать const. const, то есть видим, что объект нигде не изменяется, да? Ставим const. Собственно, если объект где-то изменяется дальше по ходу, тогда нам нужен let, то есть const это такая, ну, скажем так, это и есть констант, в принципе, который изменить нельзя, а let это уже аналог const, только который именять можно. Собственно, вары, вары мы оставляем там, где у нас есть эгосифор, для того, чтобы обозначить, что там, старый, ему нужно рефакторить, вот, так просто его можно не перевести. Но, как практика показывает, первое, что мы делаем при рефакторинге старого кода, это, как раз, перевод Navarro const. Ну, плюс там, пусточки, плюс сос. Вот, но вот, но перевод Navarro const упрощал код очень сильно, особенно, когда какие-то блоки, в них объявлены переменные, которые можно было бы как бы вынести, но они вынесены в самый верх, потому что, иначе, там чёрт ногу сломит, где что-то кто объявил, и что где-то как переопределяет. Что у нас ещё здесь? То же самое, что с варом. Если вы попробуете два раза переменную объявлять в одном блоке, он выкинет ошибку, синтексисерок, и не даст вам этого сделать. Собственно, опять же, удобно. Далее, это то, про что я говорил, то, что переменная, если вы по документации, если вы к переменной обратитесь, должна быть референцирована. То есть, по документации, там, на Mozilla, на WebEx, должна быть выполнена ошибка, этот пример приведён, ошибка не выкидывается. Вот, ещё не успел проверить в хроме, как оно работает, но интересно тоже, будет зарабатывать или нет. Так что, не так оно работает. Далее, const. const нам важен тем, что его нельзя переопределить. Если мы попробуем всё же его переопределить, тогда у нас произойдёт ошибка. Чем это важно? Вы знаете, что это переменство в данной функции вообще менять нельзя. Вы её объявляете, как const, и если кто-то попробует её, извините, вы видите, это ошибка, да? Это полезно увидеть, что кто-то что-то где-то внизу меняет. Ещё одна полезная штука с этими const-ами, это настроить если, о котором мы говорили, мы можем идти так, чтобы он использовал правила по возможности const. То есть, если у вас есть какая-то переменная, которое можно сделать const, он вам сразу это экзикложит и скажет, эй, а давай мы сделаем это const, но всё равно нигде не меняется, чтобы потом кто-то где-то случайно это не поменял. и всё равно нигде не поменял. Далее, тут опять пример с реального года. Саша улыбается, он его писал. Саша Коваленко, Александр Коваленко, да, который вычислил на лекции const.s. Вот, он увидел просто часть своего кода. Ну, я свеженький, просто использую то, что мы не так давно писали. Вот, здесь что важно. У нас есть rows, да, у нас есть rows, который массивный. Как мы помним, массив – это объект, и всё, что хранится у нас в rows – это ссылка на этот объект, да, в данном случае ссылка на этот массив. Если мы что-то изменяем внутри этого массива, в const глубоко всё равно что-то происходит. Ему важно, что ссылка неизменна. Поэтому, если вы видите где-то объявление какого-то массива, или чего-то объекта, то его можно смело объявлять в const, и тем самым вы опять же будете видеть, что этот объект, ссылку на этот объект никто не поменял. А то вы там модифицировали, собирали этот объект, собирали, собирали. Потом кто-то взял его, поменял на define, и пиши пропало всё. Не очень хорошо. Вот. И the effect мы видим здесь – это обычный цикл через form, который у нас собирает шарту таблицы. Собственно, он, так как это у нас массив, он просто делает push, добавляет к себе элементы, и предварительно обрабатывает функции. Всё работает на уровне, и опять же, смотрим лент, который находится в цикле. Опять же, удобная штука. Он мало того, что для каждой итерации будет собственная переменная i, так кроме того, ещё он будет виден только внутри этой области. То есть снаружи вы не сможете использовать эту переменную i, и это очень хорошо. Потому что вы команды можете объявлять, объявлять каждому своему супу, и вам от этого будет хорошо. У нас ещё остался global object. Собственно, у нас есть global scope, про который мы говорили. И в global scope располагаются всякие глобальные объекты. Если мы говорим про браузер, то в браузере есть свой глобальный объект, называется Windows. У этого объекта внутри находятся другие глобальные объекты, которые тоже доступны как глобальные. То есть к ним не надо обращаться через Windows, они там и так все видны. Но они находятся внутри Windows, и, собственно, у вас, когда вы пишете своё приложение в браузере, эти серии предоступны. Они вам предоставляют функциональность как JavaScript стандартную, которая у вас есть, описана в стандарте ASMR, далее для работы с различными... Вы можете отправлять запросы, вы можете менять различные настройки, различные свойства браузера, ходить по ссылкам, менять URL его. И третье — это работа с домом. Вот. Собственно, эти все объекты доступны, и доступны вам для того, чтобы вы могли работать с самим браузером, работать и создавать именно приложение для браузера, а не просто писать приложение в JavaScript. Вот. Здесь Windows сам по себе наполовину он заделённый, наполовину красненький, потому что он содержит... Ну, сам из себя он представляет наполовину JavaScript-овский или наполовину... Google-овский, да. Ещё одна ремарка про то, что когда вы запускаете своё приложение в Node.js, на серверной части, у вас глобальный объект другой, у вас глобальный объект Node.js-овский, и он предоставляет всю функциональность, которую предоставляет Node.js. Поэтому симулировать то, что происходит в браузе в Node.js, да, то есть на серверной части, так просто нельзя. Для этого нужно подключать какие-нибудь специальные библиотеки, которые эмулируют этот функционал. Вот. Поэтому у вас есть только функционал, предоставляющийся Node.js. Итак. У нас тут буквально по чуть-чуть информации про то, что это за объекты, опять же, за тем, что мы смотрим, что это всё подобное. У меня в том же коде возможность работать с домом. Это как изменение самого дома, получения информации в том, в котором находится сейчас дом. Это добавление, удаление, прослушки событий, возможность реакции на эти события, вызов этих событий. То есть всё, что позволяет работать с домом и позволяет вам как раз делать страницу динамическую. Далее. Браузер Object.mrl. Это то, что позволяет управлять самим браузером. Одна из таких интересных вещей, то, что вот этот блок на самом деле позволяет делать не столько много, что для браузеров написали отдельный сервер, называется он Selenium, который позволяет производить автоматические тесты без использования, скажем так, человека. Ну, то есть это автоматические тесты без человека. Они умеют ходить по странице, скролить её, как будто это человек, но с помощью вот этих объектов. То есть с помощью того, что предоставляет сам браузер функционала. И этого функционала достаточно много. Это, в принципе, с помощью JavaScript вы можете управлять очень многими. Есть ограничения, но они потом. Собственно, сам JavaScript и его стандарт реализованы отдельными объектами глобальными, о которых мы говорили. То есть это Ray и самов же. Это обёртки для примитивных типов. Собственно, вот. И на самом деле, несмотря на то, что там есть глобальные объекты, глобальных объектов в плане должно быть создано минимально. В идеальном случае это один, это ваше приложение, но в других случаях это ещё дополнительные глобальные объекты конфигурации и какая-то функциональность, вынесенная вне приложений. Собственно, чем их меньше, тем меньше у вас проблем. Потому что глобальные перемены, они на то и глобальные, что их видят все, и они как на доске позора. То есть каждая библиотека, которая работает, подключается к вашей странице, там аналитики и всего остального, она ходит у них и может с ними что-то сделать, там, нарисовать. Так, давайте к заключению, про что мы сегодня говорили. Итак, мы говорили про статический скол. То есть это область видимости, которую можно создать внутри, с помощью джаз-лифта. И мы определили, что это только функция. Такая функция может создать весь скол. Собственно, всё. Далее. У нас есть замыкание. Замыкание. Это ссылка, которая остаётся у функции после того, как её куда-то дальше передают. То есть после создания функции у неё остаётся ссылка на внешний скол. Это, грубо говоря, как, я не знаю, у вас... Вам мама дала телефон и вас куда-то отправила, да? Вы всегда можете позвонить и спросить, как дела. То есть у вас из функции, если вы функция как человек, то вы всегда имеете доступ обратно куда-то через вашу ссылку. Для того, чтобы понимать, как это работает, наверное, самый простой способ это представить себя замыканием или представить себя функцией. У меня есть один знакомый, который много занимался роботами. Вот, когда он пытался писать сложные, там, ну, всякие алгоритмы, он мне прикольную вещь говорил, чтобы понять, как под него что-то написать, нужно сначала себе их представить и что тебе нужно сделать. Вот то же самое здесь. Для того, чтобы понять, как работает функция, представьте себя на месте функции и что ей нужно сделать, как меня вызывают. Я функция, что я должен сделать. Этот самый простой из функций он подходит для очень многих областей. Ну, несмотря на то, что смешновато выглядит, на самом деле, очень помогает мозгу воспринять эту абстракцию. Потому что программирование это всегда абстракция, а всякие фишки это еще больше абстракций, которые нужны и обязательно вас там. То есть, если вы будете там писать сайтики для себя, вам сложные, может, и не надо вообще, да, вы их никогда не будете использовать. Но если вы хотите пойти работать у нас как девелопера, вам придется в этом разобраться. или максимально разобраться до того, как вы пошли работать, или вас все равно заставят разобраться. То есть, ну, нет специалистов, которые не разбираются в какой-то части технологии, с которыми они работают. основными я имею в виду. То есть, вы пишете на JavaScript, вы не можете не знать важной части JavaScript. Shadows, да, это у нас способ скрытия переменных, скрытия объявленных уже переменных во внутренних scope. далее, хостинг. Это не совсем приятное поведение объявлений с помощью варп, и когда вы открываете функцию в бэк-декларацию. То есть, мне присваиваете никуда, они поднимаются вверх, и функции у нас поднимаются всегда первыми, а потом уже варп. Как вы видели, это может привести к разным последствиям, и эти последствия не всегда те, которые вы ожидали. И слегка глянули, что такое глобальный объект, из чего он состоит, и важно то, что он есть, важно то, что его можно использовать, и важно то, что к нему добавлять как можно меньше. Спрашивать вопросы, обязательно спрашивать вопросы. Если есть вопросы сейчас, спрашивайте сейчас. Если есть вопросы после лекции, вы стесняетесь спросить сейчас, спрашивайте после лекции. Если сложно спросить сейчас, формулировать, спрашивайте в чате. Всегда рады помочь ответить на эти вопросы, потому что все через них проходили, и, собственно, разобраться в них интересно. Интересно. Вот. Следующая лекция это функция и динамический скол. Есть набросок? Нет набросов? Ну, и схема та же. Берите с собой мобильники, если не видите кросс-паспорт, берите планшет, и подключайте спрашивайте, гостиницу. Спасибо за внимание.